Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале New Rush World. С вами лаборатория пива, политического и военного анализа, и я, Александр Глушенко. В мой адрес пришло очень много вопросов различного рода по вопросам политики, по военным делам, но, к сожалению, мы не можем обойти вниманием главные события, поэтому на вопросы я сегодня отвечать не буду, я выражу свое отношение к главным, глобальным событиям. А главное на сегодня происходит на Ближнем Востоке в Сирии. Там произошло поистине страшное. В городе Думе, одном из последних постанических оплотов в Восточной Гуте, близ Дамаска, было применено химическое оружие. По последним данным, вертолеты сбросили на мирное население бочки с ядом. Причем уже признано экспертами, аналитиками, людьми, которые мониторят ситуацию, что это нервнопаралитический яд, нервнопаралитическое отравляющее вещество, к которому, согласно нашей классической методике, относятся зарин, заман и вигазы, так называемые, ви-икс, большей частью. Это страшный яд, который, если не убивает человека, то однозначно делает его инвалидом, коллегой на всю жизнь. Первая бомба попала в местную больницу, вторая, с применением смеси отравляющих агентов, в том числе нервнопаралитического вещества, ударила в соседнее здание. Предположительно, целями были подземные укрытия, где люди, в том числе, вероятно, повстанцы, спасаются от бомбардировок авиационных ударов, скажем так. По разным оценкам погибли от 70 до 180 человек, при этом около тысячи получили травмы различной степени тяжести. Почему я сказал, что это поистине страшное событие? Дело в том, что химоружие не требует никаких особых средств доставки. Достаточно просто распылить отравляющее вещество. Например, можно бросать его бочками, можно использовать так называемые выливные авиационные приборы, ВАП. Это штатное вооружение, это просто резервуар с отравляющим веществом, который подвешивается к самолету. В нужный момент пилот нажимает кнопку, открывается соответствующий клапан, и вот это отравляющее вещество распыляется, разбрасывается, разливается над определенной территорией, поражая всех. Неважно, комбатант, некомбатант, солдат, офицер, либо это врач, учитель, старик, женщина, ребенок. Напомню, кстати, историю развития, историю применения химического оружия. Оно впервые было применено во время Крымской войны аж 1853-1856 годов. Помните, это одна из блестящих страниц в творчестве, кстати, Льва Толстого. Применила оружие английская эскадра в Одессе. По итогам этого долго человечество думало, как повлиять на систему запретов в этой сфере. Но уже в 1899 году Гаггская конвенция, 1899 год. Гаггская конвенция, статья 23, запрещает применение боеприпасов, единственным предназначением которых является отравление жилой силой противника. Но, несмотря на это, в годы Первой мировой войны, затем во время Гражданской войны, химоружие все-таки применялось. В годы Первой мировой войны Германии, в годы Гражданской войны, во время так называемого Антоновского мятежа в Тамбовской губернии, великим нашим, так называемым, полководцем Тухачевским, который не мог справиться с безоружными крестьянами и решил залить их нервно-паралитическими отравляющими веществами. В 1925 году, по итогам всех этих скорбных событий, Женевский протокол, подписанный всеми ведущими европейскими державами и Соединенными Штатами тоже, применение химоружия было запрещено, а все последующие случаи его применения безоговорочно считались военными преступлениями. Именно поэтому в 1993 году, уже вот в новейшее время, была принята Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения, и об уничтожении его запасов. И вот теперь режим Башара Асабда снова применил неконвенциональный вид вооружения. В ответ на это, по требованию Франции, сразу после этого инцидента, да не инцидента, а международного, глобального, чрезвычайного происшествия, был созван Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот. Я сейчас приведу непосредственно цитату. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал это отвратительным нарушением международного гуманитарного права. Кстати, к заявлению Ле Дриана сразу присоединились 8 стран-членов Совбеза. Великобритания, сейчас, чтобы вас не обмануть, Великобритания, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-де-Уар. Плюс к этому министры иностранных дел Франции или Великобритании открыто призвали к акции военного воздействия. А Европейский Союз призвал международное сообщество к немедленному ответу. Я на этом остановлюсь в конце нашего разговора о немедленном ответе. Обращает на себя внимание заявление президента США Дональда Трампа. Это того самого нашего любимого американского президента, которому вся наша Государственная Дума, вся Нижняя Палата нашего парламента в момент его избрания аплодировала стоя. Он заявил, что, подчеркиваю, Россия и лично Путин вместе с Ираном заплатят большую цену. Позвольте дословную цитату, чтобы опять же вас не обманывать. Много людей погибло, включая женщины и детей, в безумной химатаке в Сирии. Район, где разворачивалась трагедия, изолирован и окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного по имени Аса. Они заплатят большую цену. Казалось бы, возникает вопрос, а при чем тут Россия и лично Путин? Разве доказано, что применялось именно российское химоружие? Разве доказано, что эта Россия поставляла режиму Асада боевые отравляющие вещества? Самое парадоксальное то, что никаких доказательств в данном случае не требуется. Проблема в том, что, как известно, Кремль поддерживает режим Асада, называя его законным президентом Сирии. Следовательно, получается, что Россия несет полную ответственность за действия своего так называемого союзника. Таким образом, Кремль остался в Цукцванге. Либо откреститься от людоеда Асада, либо встать на его защиту. В первом случае, все прежние усилия Кремля по поддержке Асада оказываются напрасными, и Россия теряет все свои позиции на Ближнем Востоке. Во втором случае, наша страна юридически оформляется в качестве страны-изгоя. Так что, с сожалению, вынужден констатировать, друзья мои, мы поддерживаем животное. Почему я говорю мы? Потому что не могу отделить себя от своей родины, России. Ну и теперь в качестве пасткриптума, если кто-то считает, что на этот раз угрозы Запада окажутся пустыми, какими-то, может быть, запоздалыми, там еще что-то, тот человек очень ошибается. Сегодня стало известно, что по военному аэродрому Т-4, это населенный пункт Тайфур в сирийской провинции Хомс, в понедельник, 9 апреля, нанесен массированный ракетный удар. Кто нанес этот удар? Сколько ракет достигли своей цели? Пока неизвестно. Пока лишь известно, что в результате обстрела погибли 14 человек. Предположительно, удар был нанесен вооруженными силами США. Предположительно. Однако в Пентагоне и Белом доме отрицают причастность США к инциденту. Но это уже не важно. Важно то, что ответ последовал немедленно. И, возможно, это не единственный и не последний ответ. Что будет дальше? Ничего хорошего. Но этот сирийский инцидент показал, кто мы и кто наши союзники. А союзник нас. Животное, как сказал президент США. С сожалению, вынужден констатировать, что он прав. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на канал New Rush World. Распространяйте это видео. С вами был я, Александр Глушенко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok